Прямой эфир телеканала Россия продолжают вести Ульяновск. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. В областном министерстве строительства провели ревизию. Причину проверки и ее результат озвучили на совещании по финансово-экономическим вопросам. К состраданию через собственные страдания. То чувство боли, возможно, страдания, которое оно перенесло, сейчас оно играет большую роль. Оно очень бережно относится к своим пациентам, с любовью, с заботой большой. О тех, кто помогает детям в больнице бороться с недугом и тоской по дому, расскажем в выпуске. Ни хоккей, ни футбол. Все, что ребята любят, собственно, все здесь. Клюшка, мяч, ворота. Азарт. Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Русская осень» стартовал в Ульяновске. Региональные власти обсудили финансово-экономическое состояние Ульяновской области. Напомню, что в начале года руководители профильных министерств и ведомств получили задание выкладывать на своих сайтах публичные декларации. В них должны прописываться цели, задачи и главные количественные показатели. Ожидалось, что отчеты будут появляться в сети ежеквартально, но на деле полной прозрачности добиться не удалось. У вас там ни у одного до сих пор проекта публичных деклараций нет. И нигде я не вижу и не слышу, в каком формате вы их обсуждаете. С чего вы решили о том, что вы без цели, без задачи, без обязательств перед населением будете двигаться в 2020 год? С чего вы решили о том, что вы вдруг стали закрытыми? Также на совещании обсудили вопросы реновации и точечной застройки. Власти констатировали, что сейчас все не так хорошо, как хотелось бы. Входя на местный рынок, инвесторы из соседних регионов сталкиваются с рядом проблем. По генплану был один регламент, по правилам землепользования другой. Коммерческая компания не смогла реализовать свой проект. Вот так мы относимся к инвесторам. Чтобы избежать таких проблем в будущем, в региональном Минстрое провели тотальную ревизию. Итоги проверки озвучили на том же совещании. Власти признаются, что перед строительством новых объектов население не информируется и практически никак не вовлечено в обсуждение процесса. Руководители на местах получили задание изменить ситуацию как можно скорее. Новый отдел по вопросам миграции открылся на локомотивной 148. До этого проживающим в Кендяковке приходилось ездить в центр на улицу Карла Маркс. А это усложняло доступное получение государственных услуг. Теперь же подразделение переведено в отремонтированные помещения одного из зданий территориального ОВД. Задача, которую мы перед собой ставили по воссоединению всех подразделений в одном территориальном органе в части обслуживания населения железнодорожного района по вопросам внутренней миграции решен. Рассчитываем, что в определенной степени это позволит населению комфортно получать государственную услугу в сфере внутренней миграции. Светлые помещения, несколько окон для приема заявлений и стенды, раздаточные материалы с актуальной справочной информацией. Отделение оснащено всем, что необходимо для работы сотрудников и комфорта посетителей. С графиком работы подразделения можно ознакомиться на сайте 73.mvd.rf. Уникальную природную зону благоустроит речь об экологическом парке Черное озеро, что в городской черте Ульяновска. Здесь убирают аварийные и сухостойные деревья, а также сорные растения, влияющие на состояние природной территории. Площадь заповедника более 120 гектаров, проживает более 100 видов птиц и множества других представителей животного мира. Это не территория памятника природы, это как раз территория, которая находится на границе. Это уже городские земли, но именно оттуда наступает американский клён на саму территорию экологического парка Черное озеро. Поэтому на границе мы его должны максимально выпилить, проредить и в том числе убрать сухие аварийные деревья по самому берегу Черное озеро. В нынешнем году работы по приведению территории парка в порядок продлятся до тех пор, пока позволяют погодные условия. В будущем году планируется установить на прилегающие территории скамейки, контейнеры, а также предупреждающие знаки о запрете выбрасывать мусор на территории памятника природы. Излечилась сама, надо помочь другим. В Ульяновском хирургическом отделении областной детской клинической больницы 12 лет работает медсестра, которая много лет была пациенткой этого отделения. Елене Безруковой в раннем возрасте поставили страшный диагноз – хронический остеомиелит. Будучи подростком, Елена перенесла 6 операций. А теперь её лечащие врачи стали коллегами. В конечном итоге, в общем-то, мы достигли успеха, победили эту болезнь. То чувство боли, возможно, страдания, которое она перенесла, сейчас оно играет большую роль. Оно очень бережно относится к своим пациентам, с любовью, с заботой большой. В год через хирургическое отделение ОДКБ проходит чуть более 2000 детей. Больше половины из них оперируются. К каждому ребёнку Елена может найти подход, подбодрить словом и помочь делом. А доктора и медсёстры за время её собственной болезни за 12 лет работы стали почти семьёй. Пока находилась в этом отделении, то есть все стали родными, близкими. То есть появилось чувство милосердия, хотелось помогать в дальнейшем. То есть так получилось, что работаю сейчас в детском отделении, именно с детскими. Очень приятно смотреть, когда детки на твоих глазах выздоравливают и уходят домой. Всего с начала года в ОДКБ трудоустроилось 69 молодых специалистов. В отделении хирургии в этом году на работу принято три медсестры и один медбрат. Напомним, задача по повышению кадрового потенциала отрасли, поставленной президентом Российской Федерации в национальном проекте здравоохранения. Всего же за прошлый год в Ульяновской области в отрасли здравоохранения трудоустроены 263 врача. Из них 102 – молодые специалисты. Вы смотрите программу «Вести Ульяновской». Мы продолжаем выпуск. Ульяновская область – первая в России речь об участии на региональном уровне в проекте профстажировки 2.0. Его суть в том, что студенты могут предложить свои проекты в различных сферах. В случае, если разработка будет признана успешной, студент может получить работу в крупной российской компании, в федеральном ведомстве или в структуре исполнительной власти нашего региона. В правительстве Ульяновской области было выложено больше 115 заявок. С каждым днем заявки у нас возрастают. Сейчас от студентов у нас поступило больше 107 заявок. То есть, я говорю вам на сегодняшний день, заявки с разных регионов нашей страны. То есть, ребята очень активно участвуют. Студент Ульяновского технического университета Альберт Закиров – один из тех, кто решил попробовать свои силы. Его проект связан с массовым применением энергосберегающих технологий для фонда содействия реформированию ЖКХ. Людям будет это интересно тем, что они получат и экономический эффект, и инвестиции, и экологические. Экология в том плане, что в домах, в жилых домах будут часто использоваться, будут больше использоваться альтернативные источники энергии. Итоги конкурса подведут дважды. Для участников так называемой первой волны в начале 2020 года. Для участников второй волны – летом будущего года. Это связано со временем подачи заявок конкурсантами. Выбрать и решить задания, или, как их называют организаторы, кейсы, можно до 15 января будущего года на сайте проекта профстажировки. Ульяновским школьникам предлагают погрузиться в глубину веков. Теперь в Ульяновском Крывеческом музее имени Гончарова появилась музейная археологическая лаборатория. Для учащихся школ, города организованы интерактивные уроки, которые познакомят ребят с нюансами работы хранителей истории. Проект продлится до декабря. Поддержку музею оказывает правительство области. А сама программа стала частью нацпроекта «Культура». Нам еще далеко, прямо до такой научной лаборатории. Мы ставим задачи просветительские прежде всего. И главный наш контингент – это школьники. Ну, школьники, учащиеся всех разных возрастов. То есть у нас задача просветительская. То есть мы, в общем-то, хотим познакомить вообще с тем, что такое археология. Рассказать об основах археологической науки. Основная задача проекта – привить школьникам бережное отношение к археологическому наследию. Для уроков изготовили копии настоящих экспонатов. Например, школьники смогут увидеть, как выглядела деревянная посуда несколько сотен лет назад. А на занятия «Ожившая глина» ребят даже будут лепить из пластика. Чтобы присоединиться к занятиям, достаточно сообщить о своем желании руководству музеем. Мастер-классы проводятся бесплатно. В хоккей играют настоящие мужчины. Даже если им еще нет 11 лет. В «Фокке-лидер» накануне завершились игры первого тура первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей. За звание победителя соревнований боролись четыре команды. Ульяновский лидер, Волгарист Альятти, Самарский Олимп и Академия из города Усть-Кенельский. Стоит отметить, что для юных хоккеистов эти встречи на льду огромный игровой опыт. Это турнир, если так можно выразиться, без очков, без побед. Цель этого турнира – привлечь мальчишек для занятий. Это первая ступенька, после которой они пойдут, будут уже соревнования другого уровня, там нужны будут победы. Это особенный турнир, в котором есть победители, но нет проигравших. Однако за победные очки и возможность стать победителями золотых медалей на ледовом поле разворачивалась нешуточная борьба. Специалисты отмечают, уровень подготовки спортсменов по вузе сегодня примерно одинаковый, поэтому и баталии разворачиваются серьезные. Хорошее размещение, хорошая игра, хорошее свидетельство, будем бороться. Это первый серьезный шаг в большой мир хоккея наших юных хоккеистов. Хочется пожелать им хорошего хоккея, красивого хоккея, самое главное – без травм, чтобы получили все от этого удовольствие. В общем, так и получилось. По результатам трех игровых дней победителем первого этапа окруженных соревнований при Волжье стал Тольяттинский «Волгарь». На втором месте «Олимп» из Самары замыкает тройку ульяновская команда «Лидер». Школьные каникулы с пользой. Накануне в новом поколении стартовал всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Русская осень». За пределами Москвы и Московской области престижные соревнования проводятся редко, но 15-й по счету турнир принял именно Ульяновск. На открытие побывала наша съемочная группа. Вбрасывание начинается, как и в традиционном хоккее, но вместо льда и шайбы – паркет и мяч. А вместо защитной амуниции – легкая летняя экипировка. Два тайма по 15 минут. Флорболисты подбирают ключи к воротам соперника. Все, что ребята любят, собственно, все здесь. Клюшка, мяч, ворота. Азарт. Вот только по своим воротам ребята из Московской области бросать практически не позволяют. Ведь на последнем рубеже их тылы прикрывает 12-летняя Полина. Ее, как единственную в команде девочку, защищают. А на редкие ошибки и вовсе закрывают глаза. Мы когда только начинали играть, я очень много пропускала мячей. Но потом я стала развиваться, стала ездить на сборы. И все для того, чтобы ворота были на замке. Ведь для одноклубников воротарь – половина команды. И серьезная заявка на выход в плей-офф. Финальные игры будут 1 ноября. Четыре дня полноценных. То есть с 9 утра до 9 вечера. И дети будут играть, стараться завоевать медали. Всероссийский турнир «Русская осень». Не только самый массовый, но и самый престижный во флорбольном календаре. За четыре соревновательных дня на паркет выйдут свыше тысячи спортсменов. Каждый из которых, вкупе с хорошим настроением, мечтает привезти в родной регион награды самой высокой пробы. Ксения Греченко, Павел Игнатьев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». До встречи. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области осуществляет отбор кандидатов на поступление в ведомственные вузы в Синроссии. На период обучения курсанта находится на полном государственном обеспечении. Срок обучения – пять лет. После окончания вуза выпускнику присваивается специальное звание «Лейтенант внутренней службы». Официальное устройство гарантировано. Дополнительная информация по адресу город Ульяновск, улица 12 сентября, 95. Контактные телефоны – 428138, 428133 и 428134. Заявления принимаются до 1 марта. Сейчас в Ульяновске 2 градуса тепла. Атмосферное давление – 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 72%. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин